Семь крупных пожаров и более ста возгораний произошло за текущий месяц в Армавире. Анна Мельченко узнавала подробности. Первоклассник получил тяжелые травмы в аварии в Новокубанском районе. В мэрии города прокомментировали ситуацию с временными отключениями уличного освещения. Чем недовольны пациенты Армавирской городской больницы? Расскажет Юлия Чернышева. На территории края в Армавире в частности сохраняется пожароопасная обстановка. Спасателям приходится по несколько раз в день выезжать на тушение различного рода возгораний или пожаров. Последний, кстати, зафиксирован в городе ранним утром 24 августа. Около 4 часов утра на пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании частного домовладения по адресу Чехова 33. Пожарная охрана среагировала вовремя. По прибытию были приняты все меры по локализации возгорания. В связи с тем, что данный сигнал поступил вовремя и пострадала только часть строения, то есть кровля. Это страпельная система данного строения. Эвакуировано было около 10 человек. Пострадавших жертв не установлено. На данный момент по факту пожара в Жакте, где огнем были затронуты сразу 4 квартиры, ведется расследование. Не исключается версия поджога. В начале августа на территории города было зафиксировано достаточно большое количество возгораний. За их стекший период августа 2018 года на территории города Армавира произошло более 100 возгораний. Это строительный мусор и сухой травы. Также произошло 7 пожаров с причинением материального ущерба гражданам. Это неосторожное обращение с огнем, а также оставление электроприборов без присмотра. Сотрудники госпожнадзора вновь и вновь предупреждают горожан о соблюдении элементарных правил безопасности, чтобы не допустить беды. Анна Мельченко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. 7-летний мальчик получил тяжелые травмы в ДТП, которое произошло 23 августа в Новокубанском районе возле хутора Родниковский на 37-м километре автодороги Армавира-Отрадное. По предварительным данным, 58-летний водитель Лады Калина столкнулся с попутным, остановившимся для поворота налево автомобилем ГАЗ, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате аварии в районную больницу был доставлен ребенок, пассажир Лады. У мальчика перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая и другие травмы. В последнее время в администрацию города поступают обращения жителей по поводу отключения уличного освещения. Это связано с заменой старых светильников на современные энергосберегающие в рамках энергосервисного контракта. Ситуацию прокомментировал заместитель главы Армавира Сергей Марченко. В рамках выполнения контракта подразделяется на несколько видов работ. Это замена светильников, установка щитового управления и третье это пусконаладка. И вот когда происходит пусконаладка, когда действительно у нас есть такие моменты, что улицы бывают кварталами, бывают целиком не работают. Поэтому мне хотелось бы обратиться к уважаемым армавирцам, но немножко набраться терпения. Сейчас бригада эта приехала, которая будет непосредственно заниматься. Были монтажники, которые заменили светильники. Потом следующие приехали, это установка на каждой подстанции щитов управления и учета. И сейчас приехала буквально во вторник, приехала группа с Москвы, которая будет заниматься настройкой и наладкой этих всех каскадов, которые находятся у нас сейчас. Все каскады под управлением и учетом. Поэтому еще раз прошу армавирцам немного терпения, немного подтвердить. Буквально неделя-полторы, я думаю, что у нас наладчики настроят наше освещение и оно будет работать в штатном режиме, не принося неудобств армавирцам. Жители соседних районов доверяют свое здоровье только армавирским врачам. Медики оказывают всю необходимую помощь экстренным и плановым больным. Однако приезжие граждане недовольны, что им не дают талоны к специалистам в поликлиниках Армавира. В городской больнице, говорят, не положено по закону. Мы объясняем пациентам, что по законодательству это невозможно, так как согласно закону террогарантии мы прикрепляем людей на участки, которые проживают у нас. Люди оперируют наличием полиса и то, что им должны их везде принимать. Мы принимаем, не отказываем, но люди, приезжающие из районов, обязательно должны привозить нам направление оформленное строго по форме. Люди часто приезжают с направлениями, где указано, куда они направляются. Даже название нашего учреждения часто неправильно указывается. Кому едут, никаких обследований, ничего в этих направлениях не вписывается. Поэтому консультацию мы не можем провести как нужно. И такие пациенты отправляются для дообследования к себе в район. А вот армавирцы жалуются на несвоевременное обеспечение их льготными лекарственными препаратами. Такие жалобы часто поступают в администрацию города. Сумма стоимости обеспечения льготника лекарственным препаратом составляет чуть более 800 рублей. Зачастую этой суммы не хватает на обеспечение лекарственными препаратами, так как назначается лечение на большую сумму. За счет чего нам приходится и средств территориальной льгот, у нас также такая существует, обеспечивать и льготников территориальной ответственности, это люди, которые не имеют группу инвалидности. И этих пациентов, и часть федеральных льготников из этой категории мы тоже из этих средств обеспечиваем. Ну, и все это упирается у нас в какие-то временные промежутки. Зачастую этим недовольны граждане. Но мы стараемся как можно быстрее все это делать, решать эти вопросы. Пациенты поликлиники номер три пожаловались в городскую мэрию на некомфортные условия в медучреждении. В коридорах невыносимо душно, давно не работает кондиционер. Людям пожилого возраста особо трудно в такой ситуации. После диагностики мастер установил, что нерентабельно сейчас проводить этот ремонт в связи с большой стоимостью данной процедуры. И администрации городской многопрофильной больницы было принято решение закупить сплит-систему в ближайшие сроки по мере финансирования. Но предполагаемая дата закупки – это первый квартал 2019 года. Какие обследования в горбольнице можно пройти без направления в частные клиники? Все необходимое для обследования и амбулаторного лечения в учреждении есть, отвечают медики на популярный у армавирцев вопрос. Ультразвуковые исследования, начиная от УЗИ органов брюшной полости, почек, УЗИ щитовидной железы, УЗИ брахиоцефалов и УЗИ нижних конечностей. Также у нас проводится сейчас ТРУЗИ новая процедура. Мы приняли доктора с 1 августа. Заключен договор у нас с детской больницей на прохождение такой процедуры аудиометрии. Это тоже нашим больным, лор-больным очень нужна была. И консультация с сурдологом и холтеровское мониторирование ЭКГ тоже у нас сейчас проводится. Это все бесплатно? Это все бесплатно по направлению лечащего доктора. В этом году мы получили новый ультразвуковой аппарат, который расположен у нас во второй поликлинике. На качество оказания медицинских услуг армавирцы могут пожаловаться в управление здравоохранения города по номеру 381-71 или в приемную главы армавира по телефону 274-70. Юлия Чернышова, Александр Жирелеев, служба новостей армавира. Чистота и порядок превыше всего. Этот старый лозунг был и остается, пожалуй, на все времена актуальным. Особенно наводить порядок было принято в канун каких-либо праздников. Вот и сейчас город готовится к очередному дню рождения. По 79-ю годовщину планируют отметить с размахом. В преддверии праздника 24 августа в Армавире прошел субботник. В пятницу с раннего утра в скверах и парках закипела работа. Убирали жухлую траву и листву, белили деревья, собирали мусор и ветки. Одним словом, каждый, кто вышел на субботник, старательно вносил свою лепту в общее дело. Конечно же, с таким настроем и желанием трудиться спорится любое дело. И когда таких помощников много, результат не заставит себя долго ждать. Поучаствовать в следующем общегородском субботнике, который теперь уже пройдет 7 сентября, городские власти призывают всех местных жителей. Сделать город чище и краше можно лишь сообща. Анна Мещенко, Александр Жирилеев, служба новостей Армавира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова